Веселовское водохранилище Благодарю за то, что ты нас вывез в это прекрасное место Что мы сегодня будем делать? Что будем ловить? Сейчас мы отправимся в одну из балок Там мелководная часть, довольно высокая трава стоит И в этой траве мы попробуем выманить щуку Ну и там окуни обязательно будут Есть возможность поимки и судака там же, но она минимальная А чуть позже мы сместимся на глубоководную часть Веселовского водохранилища И там уже попробуем поискать судака Ну и возможно нам попадется и русловая щука, а размеры ее радуют Но в первую очередь мы будем искать судака Ну на что будем планировать ловить? На мели мы будем ловить на поверхностные приманки Всякие поперы, волкеры и воблеры с небольшим заглублением Буквально 10-15 сантиметров А на глубоководной части мы будем ловить судака Использовать классический джип Прекрасно, ну что, отправляемся на мелководье пока что? Да, вперед! Путь! Сереж, ну ты выбрал уже место, я так понимаю, да? Да, мы как раз пришли на мое излюбленное место Здесь можно увидеть мелко, с одной стороны кажется, что глубина буквально 40 сантиметров На самом деле под травой здесь глубина 2 метра То есть такая высокая трава И в этой траве обязательно стоит щука, ждет нашу приманку И мы сейчас будем ее ловить Так, у тебя сразу мы видим... Плюрокарбоновый поводок Потому что щука, она запросто перекусывает более тонкий Здесь 0,45 Ставим поводок, ставим поверхностную приманку, которая идет поверху над травой Ну и щука ее атакует Попробуем Не факт, что мы поймаем рыбу, это рыбалка Но мы сделаем все для этого Конечно, будем стараться А у меня струна вместо поводок пойдет? Пойдет, можно струну Ну, я люблю использовать флюрокарбон Мне кажется, что меньше пугает рыбу Я могу ошибаться, но смотрю, что многие рыболовы им на струну Но здесь я не рассчитываю на трофей А если мы идем за трофеем, за щукой русловой, которая там 5-6 килограммов То там, конечно, нужно ставить струну Иначе даже вот такой флюрик она перекусит У нас сегодня три экипажа Можешь рассказать о ребятах, чтобы мы понимали, кто сегодня в нашей компании? Ну, собственно, это ребята из нашего клуба «Водномоторников» Постоянно мы... Я уже забыл, когда я ездил один на рыбалку Минимум три экипажа, а то и 5, а то и 10 Ну и вот одна лодка ПВХ 350-го размера То есть для двоих хороший вариант И одна лодка пластиковая Тоже размер 350 И также комфортно на ней рыбачить Ну, на такой относительно спокойной воде Хотя и такая лодка выдерживает и большее волнение В общем, давайте приступать к рыбалке Сейчас как раз самое время Сейчас закат Так называемая вечерка И сейчас как раз должен быть выход рыбы Ух, хорош Кушать не будем? Нет Такой красавчик Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Расскажите, что у вас сегодня получилось Что, как, на что ловить Получилось совершить выезд Все-таки долгожданный На Веселовское водохранилище Испытать удачу по хищнику И, в принципе, вечерняя зорька Получилась довольно-таки неплохой Иван первый вытащил Щуки, конечно, не было Хотелось бы, но Окунь порадовал сегодня нас немножко Дал, дал жару, так сказать Окушок И, конечно, чуть-чуть взяли с собой В основном отпускали Маленькие он зачем нужен А эти сейчас пойдут Немного На ушицу, наверное, вечернюю Да посидим Байки порассказываем Рубацкие Маленькие Так, ну, сейчас пойдут На уху нормально Отлично, отлично На что брались-то? Брались вот на такие вот штучки Так, Касадака написано На данной приманочке А что это? Как правильно называется, наверное Малас, да? Малас А фирма китайская Любые Не знаю, подделка, не подделка Ну, ловится Самое главное, что ловится Ну что, удовольствие получили по максимуму Или не совсем? Удовольствие получим, наверное, еще завтра Завтра Закрепим это все А потом уже скажем, как мы получили удовольствие Максимум это или нет Мужики, ну, у вас семейный экипаж получается Расскажите, как эта вечерняя зорька Насколько она удалась? Да, ну, в принципе, удалась Только размером рыба не радовала Ловился окунь Хотелось бы, конечно, еще щуки Ну, так как размер был небольшой Рыба была вся выпущена Приехали ради удовольствия Удовольствие получили, но еще не на полную Завтра будем надеяться, что Утренняя рыбалка порадует еще Ну, а так, в принципе, хорошо Отдых Артем, что скажешь нам? Мне все понравилось, только рыбы нет Ну, ты первый раз на Веселовском отдыхании еще или нет? Нет, не первый раз Были мы сколько здесь? Раза три уже Да, больше Ну, как бы рыбу мы тут ловили И крупную, и судака, и щуку Ну, тут в основном, как бы, хороший окунь Такой за килограмм Но нужно его найти И, наверное, все-таки, как бы Погодные условия и сезонность влияют Такие тепловатые сейчас Да, прям очень тепловатые Ну, будем надеяться, что завтра с утра Удача лучше будет Чем сегодня вечерняя Ну, как бы, тоже подловили Ну, на утро надеемся Ну, красавцы, Артем Любим много передвигаться, менять точки Как бы, в нашем приоритете Это много передвигаться по воде Мне 14 лет Вообще нравится щука Потому что она, вот, ну, самая сильная Как бы, если поймать самую большую То получишь этот кайф Который, ну, вообще, нельзя передать словами Ну, и какую, давай, самую крупную ловил, скажем Ну Самую крупную, это ловил мирную Это гибрид А так, из хищника Вообще, там, акуники, ну, маленькие были Щуки подняли, пока не было такой? Хорошей? Ну, хорошей не было, была, ну, малюсенькая Шнурочки, шнурочки Ну, ничего, все впереди, правильно? Да, да Может, уже завтра утром? Да, сто процентов завтра мы возьмем свою рыбу Ну, что ж, друзья, вот так завершается наша вечерняя зорька уже Ночная, можно сказать, Сергей Поликарпов Сегодня нас вывез, ну, буквально, там, пару-тройку часов мы провели Но получили огромное удовольствие Я видел своими глазами через объектив нашего оператора Виталия Ступакова Как Сергей выловил хорошего окуня достаточно Но почему-то, по каким-то причинам, решил его не брать Сереж, почему? Да, в последнее время я, в общем-то, практически всегда отпускаю рыбу Рыба всегда дома есть И я еду на рыбалку именно за удовольствие Не могу сказать, что я всегда отпускаю рыбу Но большинство своих выездов я просто ловлю рыбу, отпускаю и получаю удовольствие Я снимаю видео просто для себя, для своих друзей, для своего канала Мягко говоря, сегодня вечерняя зорька вышла не очень Рыба была, было видно, как она гуляет Были поклевки, были поимки, но мало Для здешних мест это мало Потому что и открытие сезона мы делали именно там, где мы сегодня были И мы прекрасно тогда отловились в тех же самых местах, на те же самые снасти Сегодня их щука игнорировала Ну, я связываю это с тем, что сейчас уже днем температура воды, температура воздуха поднялась до 40 градусов в тени Возможно, что рыба стала либо менее активна, либо она ушла в русло И в следующий раз мы попробуем ее там поискать Мы будем искать судака, и мы попробуем поискать щуку Возможно, она спряталась на глубине, где вода еще не настолько сильно прогрелась Да, но в следующий раз, друзья, у нас будет уже очень скоро А у вас через пару недель в следующем выпуске Я надеюсь, что мы вам сможем показать обилие рыбы, которая присутствует именно хищник Да, здесь, в водохранилище Да, да, мы отправимся на большую воду Не на меляк, а на большую воду, на глубину 6,5-7 метров И будем там искать трофейную рыбку Ну и там те же самые окуни, которые на мелководье, в общем-то там небольшие И до полукилограмма на большой воде встречаются очень серьезные экземпляры за килограмм И нередко, в общем, будем искать И надеяться, что удастся это запечатлеть Уважаемые друзья, мы с вами прощаемся Сергей Поликарпов, основатель клуба водномоторников Вконтакте вы можете подписываться и узнавать много интересного Кстати, будет специальный выпуск, посвященный тем людям, которые только планируют познакомиться со своей лодкой будущей, да? Да-да-да, мы все расскажем, всяческие нюансы, которые могут быть неизвестны новичкам, но которые следует знать Что же, а мы с вами прощаемся, это была программа «Омне охота до рыбалка» Увидимся вновь через пару недель, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин